Приветствую вас, друзья мои! С 1 апреля 2022 года в Риме не проверяют больше Грин-Пас при входе в музей и возобновили традиционный бесплатный вход в Музей Ватикана и Музей Рима. В Музей Ватикана бесплатный вход в последнее воскресенье месяца вы сэкономите 17 евро, а в Музее Рима, такие как Колизей, Рынок Трояна, Вилла Торлония, Палаццо Массимо и многие другие музеи, бесплатный вход в первое воскресенье месяца. Так что, когда будете планировать поездку в Рим, можете взять на заметку. Ну а я сегодня хочу показать вам Музей Ватикана. Несмотря на то, что у меня снято уже очень много фильмов про Музей Ватикана, я все равно продолжаю снимать и рассказывать. Ведь Музеи Ватикана огромные, и если вы не смотрели мои фильмы и самостоятельно были в музеях только один раз, уверена, что многое вы не успели рассмотреть. Я почти никогда не снимала в пинокотеке, здесь освещение тусклое и камера не передает всей красоты картин, но сегодня все-таки попробую рассказать о некоторых картинах. История пинокотеки Ватикана началась с папы Пе VI Браски. Именно он стал основателем коллекции, составившей основу будущей пинокотеки. Когда Наполеон был в Риме, по его приказу многие картины были отправлены в Париж, и лишь через 18 лет было принято решение вернуть картины в Ватикан. Картинная галерея Ватикана какое-то время находилась в продолжении галереи канделябров, потом в залах Борджия. Из-за плохого освещения картины опять переместили, и опять картинная галерея как будто была не на месте. И только в 1932 году пинокотека обрела свой дом. По велению папы Пе XI для картинной галереи Ватикана было выстроено отдельное новое здание. Первая коллекция, которая перемещалась из одного зала в другой, состояла всего из 118 великолепных картин. Коллекция продолжала расти на протяжении многих лет. Какие-то картины были подарены Ватикану, какие-то были приобретены. Сейчас в пинокотеке Ватикана находится примерно 460 картин. Они располагаются в 18 залах пинокотеки. Если бы освещение было получше, я бы показала вам во всей красе пинокотеку. Здесь находятся шедевры величайших художников итальянской живописи. Джотто, Беато Анжелико, Мелоци де Фарли, Перуджино, Рафаэля, Тициано, Караваджо. Мне хотелось бы однажды остановиться в каждом зале пинокотеки, рассказать о художниках, что изображено на картине, открыть секреты, показать символы и послания, которые хотел передать художник. Но из-за плохого освещения я не могу этого сделать. Но все-таки о некоторых интересных произведениях я сегодня расскажу. В четвертом зале находятся великолепные работы Мелоци де Фарли. На стенах зала мы видим эскизы фресок. Мелоци де Фарли расписал фресками свод Римской церкви святых апостолов по заказу кардинала Джулиана Делла Роверы. Позже это стал Папа Юлий II. В ходе реконструкции церкви апсида была разрушена. Но фрагменты фресок спасли. Фрески сняли и перенесли в музей. По-моему, нет необходимости говорить, чтобы вы обратили внимание на этот зал. Фрагменты фресок, на которых изображены ангелы-музыканты, сейчас очень популярны. Апсида церкви святых апостолов была расписана на тему «Вознесение Иисуса Христа на небо». Монументальная фигура Христа, ангелы, которые его сопровождали, сделали эту фреску живописной, яркой и незабываемой. Она вызвала большой интерес и не оставила равнодушными таких художников, как Перуджино, Филиппино Липпи и самого Микеланджело. Работа над этой фреской была завершена в 1473 году. А в 1711 году, в связи с модернизацией церкви, фреску пришлось выносить по частям. 15 отдельных фрагментов апостолы и ангелы-музыканты были перенесены в Пинокотеку Ватикана. Фигура же Христа находится над парадной лестницей Дворца Кверинали. До этой фрески еще не встречался такой роскошный оркестр из ангелов, который имел возможность выступать на небе в поддержку Вознесения Христа. По-настоящему рассмотреть красоту этих фресок можно только при живом просмотре, лицом к лицу. На другой стене под золотым кессоновым сводом мы видим папу Сикста IV. Он восседает на троне и приветствует Бартоломео Саки, философа. Папа назначает его первым префектом библиотеки. А мир Лоце-де-Фарли изобразил исторический момент. В шестом зале мое внимание всегда привлекает работа Карла Кривелли. Эта картина была куплена папой Пьем Седьмым в 1831 году в регионе Марки. В этом регионе художник провел большую часть своей жизни, работал в мастерской местных церквей и монастырей. Очень редко мы встречаем такие работы. Она как будто написана непонятным, но оригинальным языком, который разработал Кривелли. Композиция создает эффект и торжественности, и драматизма одновременно. Такой интересный готический стиль. Кривелли писал на религиозные сюжеты. Главные герои одеты в дорогие одежды. Здесь очень важно рассмотреть детали. Руки, глаза, одежду. С первого взгляда кажется, что композиция немного перенасыщена. А какие цвета, какие яркие цвета в картинах. Мне кажется, художник обладал потрясающей фантазией для создания своих работ. И, конечно же, в его работах очень много символов, которые не всегда поддаются расшифровке. До XIX века произведения Карла Кривелли находились в местах их первоначального назначения. Про художника XV века просто забыли. Начиная с Наполеона и на протяжении всего XIX века, его полотна были вывезены с мест, для которых были написаны. Они были проданы. «Большие полиптихи» – это картины, состоящие из нескольких картин, написанных на один сюжет, были разделены и проданы по частям. И мы понимаем, что большую часть из них мы уже никогда не увидим вместе. Не знаю, как вам, дорогие друзья, а мне картина Карла Кривелли «Пьета» очень нравится. Я каждый раз, когда бываю в музеях Ватикана, останавливаюсь возле нее и рассматриваю детали. Зал, в который мы сейчас заходим, посвящен Рафаэлю. Здесь находятся его картины и шпалеры. Шпалеры, которые были сделаны по картонам Рафаэля. Многие из вас, наверное, даже и не знали, что эти шпалеры были специально заказаны в Брюсселе для Сикстинской капеллы. Через два года после росписи свода Сикстинской капеллы Папа Лев X решил украсить нижний ряд стен с шпалерами. Такого Рафаэль даже не ожидал. Рафаэлю необходимо было создать картоны на тему «Деяния апостолов», по которым будут изготовлены 10 шпалер. Понадобилось более трех лет для изготовления шпалер. Потом часть шпалер доставили в Рим и развешали по стенам Сикстинской капеллы, а другую часть шпалер должны были закончить и привезти позже. Картоны Рафаэля были великолепны, но когда он увидел шпалеры, был разочарован. Взглянул на потолок, где было все по-простому, без роскоши и золота. Сотворение мира, севиллы, пророки. А потом взглянул на позолоченные шпалеры, ему совсем стало не по себе. Вся эта роскошь проигрывала фреске Микеланджело. И он пообещал себе не приходить больше в капеллу, чтобы не чувствовать разочарования. Но у всех остальных шпалеры вызвали восторг. Да и сейчас невозможно понять, как в 1519 году можно было тонкой ниткой так передать все в мельчайших деталях. Фигуры людей, дома, перья птиц, деревья. Как будто это было написано кистью. В 1520 году, в возрасте 37 лет, Рафаэль умер. Это было через несколько месяцев после того, как были изготовлены шпалеры. А папа так и не забрал картоны обратно. И они остались в Брюсселе, где использовались для изготовления других шпалер. Рафаэль так и не успел полностью насладиться своей работой. В 2020 году в Риме праздновали 500-летие со дня смерти Рафаэля. Шпалеры на несколько дней были вывешены в Сикстинской капелле. Все остальное время они находятся в пинокотеке Ватикана за стеклом. Это необходимо для их сохранности. Вые годы реф VeAL. В ближайшее время. Продолжение следует... Картина Рафаэля «Преображение». Здесь изображена сцена с бесноватым мальчиком. Если в верхней части картины мы видим светлые тона и божественное спокойствие, то внизу темные краски, изображено безумие, беды, и, наверное, только один мальчик понимает, что происходит. В верхней части на горе Фавор стоит Христос. Он поднялся туда через шесть дней после разговора с учениками. Он как солнце светит. Это божественный свет. Яркий свет сияет, ослепляет учеников, оставшихся на краю горы. Происходит преображение. Петр стоит на коленях, закрывает лицо руками от сильного света. Рядом еще два ученика, они тоже прикрывают глаза. Их фигуры по размеру больше связаны с композицией, которая относится к земле. Так Рафаэль представил лик Христа. Рафаэль уже был болен, но прежде чем слег, он создал полный эскиз картины, каждую фигуру прорисовал. Считается, что верхнюю часть картины написал Рафаэль, и апостола в нижнем левом углу с книгой тоже написал Рафаэль. Все остальное в нижней части картины после смерти Рафаэля было дописано его учениками. В нижней части слева стоят девять апостолов, справа бесноватый мальчик с родителями и простой народ. На картине как будто изображено два мира. На горе Фавор тишина, а на земле люди удивлены исцелению больного ребенка. По взгляду можно прийти к выводу, что только этот мальчик из всех, кто находится в этой части картины, то есть на земле, смог увидеть преображение Иисуса и исцелился. В 1520 году Рафаэль умер. Незаконченная картина была поставлена у гроба художника. Картина «Преображение» до 1757 года находилась в церкви Сан-Пьетро-Ин-Монторио на холме Яникул. Потом была сделана мозаичная копия для собора Святого Петра. Вы, наверное, видели, и я всегда говорю и показываю, что в соборе Святого Петра находится копия. Оригинал находится в Пинокотеке Ватикана. Великолепная картина «Мадонна де Фолиньо» Рафаэля. «Мадонна де Фолиньо» была заказана Сиджизмонду де Конти в 1511 году для Римской церкви Санта-Мария и Нарачелли. Это была как благодарность Богородице за спасение дома в городке Фолиньо после удара молнии. Никто не пострадал, и дом остался целым. Этот эпизод запечатлен на заднем плане. В память об этом удивительном событии Конти заказал у Рафаэля картину, которая помогла бы помнить это событие и напоминала, как близко однажды он был от смерти. Сиджизмонду де Конти, папский историк из Фолиньо, изображен стоящим на коленях в молитве. Справа святой Иероним. Он представляет его Богородице с младенцем. Слева святой Иоанн Креститель. Он одет в шкуру. Указывает на небесное видение, перед которым преклоняет колено и святой Франциск. Позади у горизонта город Фолиньо с невысокими домиками. Над ним по небу след. То ли от молнии, то ли от метеорита. Были и такие предположения. До 1565 года картина находилась на главном алтаре церкви Санта-Мария и Нарачелли, где был захоронен заказчик. Спустя 50 лет картина была перенесена в церковь святой Анны, в монастырь Фолиньо. Судьба полотна не менее интересна, чем рассматривать детали картины. Картина была написана в 1511 году маслом на дереве, а в 1802 году ее перенесли на холст. Войска Наполеона вывезли Мадонну де Фолиньо из Фолиньо в Париж, где реставраторы перенесли изображение с дерева на холст. Можно сказать, они спасли ее от разрушения. После падения Наполеона картина была возвращена в Рим и еще раз была отреставрирована. Замечательная картина Паула Веронези, видение святой Елены. Тоже стоит остановиться. Перед нами святая Елена, мать императора Константина. Елене явился ангел, который призвал ее отправиться в Иерусалим на поиски креста. Обычно Елену изображают уже с найденным крестом, и мы знаем, что Елена была в преклонном возрасте, когда отправилась в Иерусалим на поиски креста. Но художник изображает ее молодой, а рядом с ней стоит ангел, который держит в руках крест. Паула Веронези долго думал, кого же взять модели, и решил, что лучшей модели, чем его жена, ему не найти. И ее тоже звали Елена. Продолжение следует... Давайте уже выйдем из темных залов пинокотеки, прогуляемся по дворику шишки и пойдем наслаждаться светлыми залами музеев Ватикана. Почему же дворик называют дворик шишки? Название дворик получил благодаря огромной четырехметровой бронзовой шишке. Сосновая шишка была найдена рядом с пантеоном. Вероятно, это был фонтан храма Исида и Сераписа. Из-под каждой чешуйки раньше струилась вода. Какой же богатый был храм Исиды! Мы до сих пор наслаждаемся украшениями этого храма. У подножья Капитолийского холма находятся льбы, которые украшали храм Исиды. Два прекрасных обелиска, которые были найдены на месте расположения храма Исиды, сейчас украшают пьяцца дель-ла Ротонда и пьяцца дель-ла Минерва. И эта шишка была найдена тоже в этом районе. Не только этот великолепный дворик получил название благодаря огромной четырехметровой шишке, но и район, где была найдена шишка, получил название шишки. На протяжении веков местонахождение шишки менялось. Когда шишку нашли в средние века, ее поместили в квадрипорте Константиновской базилики, которая впоследствии стала базиликой Святого Петра. Это был фонтан для ритуальных омываний. Когда Константиновскую базилику разбирали, а на ее месте строили собор Святого Петра, папа Павел V Боргезии приказал перенести шишку во внутренний дворик Бельведер. В переводе с итальянского Бельведер – это прекрасный вид. Здесь и правда до строительства зданий открывался прекрасный вид на Рим. И с тех пор дворик стали называть двориком шишки. Внизу два льва из базальта, на основании которых написано имя фараона Нектабека I. Шишка стоит на красивой мраморной капителе. Она датируется вторым веком нашей эры. Ее нашли при раскопках на территории садов Кверинали. Кто-то из вас может усомниться, что шишка раньше стояла в квадрипорте Константиновской базилики. Но благодаря Данте я с уверенностью могу сказать об этом. Данте описал сосновую шишку в божественной комедии. Цитирую. Ее лицо показалось мне таким же длинным и большим, как сосновая шишка в соборе Святого Петра в Риме. Вот так, друзья мои. Символ сосновой шишки очень часто встречается в римской архитектуре. Сосновая шишка означает бессмертие и возрождение. С двух сторон от шишки стоят два бронзовых павлина. Это копии. Оригиналы находятся в новом крыле. Я их вам обязательно покажу. Эти павлины украшали раньше мавзолей Адриана. Сейчас это замок Святого Ангела. Возле стены музея Кьеромонти находится огромная голова. Это голова статуи императора Августа. В центре дворика шишки находится сфера со сферой. Автор этого произведения – Арнальдо Помодоро. Сфера была поставлена здесь в 1990 году. Не просто же так здесь была поставлена современная скульптура. Здесь, вероятно, есть какое-то послание. Две скульптуры в сравнении – шишка и сфера. Они представляют итальянское искусство между старым и новым, между древним и современным. И все это приветствуется музеями Ватикана. Я приглашаю вас пройти по музеям Кьеромонти. Длинная галерея была спроектирована до НАТО Браманты. Сейчас здесь находится музей Кьеромонти. Музей был основан Папой Пьем Седьмым из семьи Кьеромонти. Статуи, бюсты, саркофаги расположились до стен галереи. После избрания Папа Пьем Седьмой издает указ об охране произведений искусств в стране. Владельцы скульптур должны были задекларировать свою собственность. Папа назначает Антония Канова инспектором по вопросам изящных искусств. Когда все скульптуры были задекларированы, инспектору Канова было легче ездить по вилам и скупать самые ценные экземпляры. Ну и, конечно же, коллекция пополнялась за счет археологических находок. Здесь находятся бюсты императоров, фризы, рельефы, саркофаги, статуи мус и божеств. Продолжение следует... Посмотрите, какая замечательная муза по линии. Где-то месяца два назад я была на бывшей электростанции Монте-Мартини на улице Остьенце. Там тоже была муза по линии. Сейчас я вставлю кусочек видео оттуда, и вы сможете сравнить двух мус. На улице Терни, недалеко от порта Маджори, в 1928 году случайно был обнаружен туннель, где находилось несколько статуй мус. Самая красивая статуя была Полимния. Статуи мус были обнаружены на вилле императора Септимия Севера. Это был грандиозный жилой комплекс с садом, стадионом, амфитеатром. Статуи мус украшали храм. С 1997 года мы можем любоваться очарованием этой загадочной музы в коллекции музея на бывшей электростанции Монте-Мартини на улице Остьенце. Полимния в греческой мифологии – это муза гимнов. Считается, что она помнит все гимны, которые славят богов. Музу часто изображают в задумчивой позе и со свитком в руках. Музей Монте-Мартини на улице Остьенце великолепный. Здесь много интересных бюстов и статуй, но без сомнения, самая красивая – это статуя Полимнии. Высота статуи 159 сантиметров. Это римская копия II века до н.э. Статуя сделана из поросского мрамора. Задумчивая юная Полимния опирается всем своим телом на скалу. Она закуталась в плащ. Неизвестно, зима это или просто поздний вечер. Из куска тяжелого мрамора появляется нежное создание. Каждый раз, когда я бываю в этом музее, я не раз обхожу вокруг эту статую. И поражаюсь, как естественно показана задумчивая поза и загадочный взгляд девушки, который бросает вызов векам. Скажите честно, какая муза вам больше понравилась? Здесь, в музеях Ватикана или на бывшей электростанции Монте-Мартини? Ватикана или на бывшей электростанции Монте-Монте-Монте-Монте-Монте-Монте. Через пять лет после создания музея Кьеромонте, Канова вместе с помощником начинает работать над новой галереей. Так, за год до своей смерти он подарил папе еще один музей удивительной красоты – Брачо-Нова или Новое крыло. Галерея очень хорошо освещена естественным светом, что делает ее просто великолепной. Эту галерею можно разделить на две темы – греческая мифология и римская история. В галерее около 140 статуй и бюстов, только 28 – полнофигурных статуй, они расположены в нишах. Бюсты также находятся высоко на полках вдоль стен. Эта мозаика была найдена при археологических раскопках двух вилл II века н.э. Раскопки проводились в XIX веке. Хозяйка земли, где проводились раскопки, была герцогиня. Она продала мозаику в музее Ватикана. Торги проходили под наблюдением Антонио Кановы. Перед нами статуя императора Августа. Она датируется началом I века н.э. Октавиан Август одет в доспехе. Он изображен в момент произношения речи перед солдатами на форуме. Он находится в позе оратора с поднятой правой рукой. Вот мы наконец-то и дошли до оригинальных статуй павлинов. Многие утверждают, что эти павлины первоначально находились на мавзолее Адриана. Сейчас это замок Святого Ангела. Потом долгое время два павлина стояли в портике перед базиликой Сан-Петро в качестве украшения рядом с шишкой. Во время работ над новой базиликой Ватикана павлины были перемещены во дворик шишки. А позже, для обеспечения лучшей сохранности, они были перемещены еще раз, но уже в музей под крышу. Посмотрите, какое качество, какие реалистичные детали. Колоссальная статуя Нила была найдена в 1513 году, где она, вероятно, украшала все тот же великолепный храм Исиды, о котором мы сегодня говорили. Река изображена в виде лежащего на боку мужчины. В правой руке у него рок изобилия, полон фруктов, знак изобилия и богатства, а в левой руке колосья. Здесь же можно увидеть сфинкса и экзотических животных. 16 младенцев олицетворяют 16 локтей, на которые поднимается вода реки во время разлива. Сегодня в этом небольшом фильме я показала вам самую маленькую часть музеев Ватикана. Обязательно будет продолжение. Мне только надо обработать уже отснятый материал. После экскурсии по Риму у меня остается мало времени на работу над видео. На моих прогулках по Риму я очень часто говорю о том, что Рим является городом, в котором находится очень много достопримечательностей. Ни в одном городе мира нет столько достопримечательностей, как в Риме. Музеи Ватикана мне напоминают Рим в миниатюре. Куда ни посмотри, везде сокровища. И о каждой скульптуре хочется рассказать отдельно. Поэтому ждите продолжения. Дорогие мои друзья, спасибо вам огромное за то, что вы смотрите мои фильмы о Риме, несмотря ни на что, влюбляетесь в него и приезжаете. Очень часто я с многими из вас гуляю по Риму, показываю вам самое интересное и даже то, что скрыто от обычного туриста. Я делаю наши прогулки насыщенными, интересными и незабываемыми. Хочу, чтобы вы полюбили Рим так, как люблю его я. Спасибо вам за теплые отзывы после экскурсий, за перечисленные деньги, которые мне поступают на PayPal в виде подарка. Мне все очень приятно. Спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok